Это просто, так сказать, экспром чистой воды. А спровоцирован он был тем, что я в составе команды из нашего института сейчас немножко занимаюсь исследованием окрестностей аэропорта Шереметьево, но и приходится там ходить и проводить учёты не только в лесах, как мы обычно делаем, а ещё и в всяких, так сказать, дачных посёлках, коттеджных посёлках и городах, которые там в радиусе 15-километровой зоны находятся. Ну и, значит, приехавшие из Конгресса, я поняла, что мне срочно нужно писать отчёт по поводу этих учётов. Ну и вот, значит, среди прочего я в своём хозяйстве, так сказать, копала данные учётов в Москве для того, чтобы сравнить с тем, что мы насчитали там в окрестностях этого самого аэропорта в городах Лобня, Химки и Долгопродный. Вот, значит, ну и вот теперь, что здесь есть на этих картинках. Самые давние учёты, которые были у меня в этой базе, собственно говоря, а показать-то нечего. Вот, ну ладно, значит... Вот, значит, смотрите... Вот, значит, первый учёт, который... не хочет, может быть, а, вот хочет, вот это. Значит, это учёт Юрий Соломон Чаравкин, который проводил их, по-видимому, выучили бы студентам, либо не... не правда, закончив свою учёбу, на территории Московского центра. То есть в 60-м годах, в 60-м годах, как вы понимаете, Москва заканчивалась на... там, где сейчас университет или метро какая-нибудь Электрозаводская, вот так вот. Вот. И, соответственно, он, ну, учёпло в центре Москвы, так сказать, в пределах Садового кольца. Вот, Москва-центр. Соответственно, что можно видеть? Что по его данным тогда в Москве было какое-то совершенно безумное количество домовых воробьёв и голубей. Вот в центральной её части. Значит, при этом там не было практически больших синиц, ну, и ворон тоже было не очень много. Значит, следующие учёты уже не только в центре, но и во всяком большом количестве разных типов застройки проводились командой, в которой самую главную роль играл Сан Саныч Махрушев и Саша Швейцов, отчество Непон. Значит, это было, собственно, в 72-м году я школу закончила. Вот. Ну, Москва тогда уже была побольше, и мы учитывали в центре и в пятиэтажных районах. Пятиэтажные районы уже внизу. Значит, можно заметить, что плотность голубей стала немножко меньше. Больших синиц стало несколько побольше в это время. Тем не менее, до новых воробьёв оставалось какое-то безумное количество просто, которые трудности представить... Плотность на квадратный километр. Штука. Дело в том, что я не знаю, насколько эта цифра вообще отражает реальность. Вот. То есть, там может быть плюс-минус, но нам важен здесь не уровень численностей, а тенденции, я считаю. Хотя, на самом деле, ну, так сказать, можно себе представить, когда вы идёте, и каждые 20 метров у вас воробьи. Вот. Или даже больше. Вот. Значит, я могу, забегая вперёд, немножко сказать, что это действительно так и было, потому что потом, значит, в следующие десятилетия мы проводили учёты уже в рамках нашей программы ПАРУС, в год 90-е и 2000-е годы, вот, и мы эти учёты прекратили именно по той причине, что это было очень скучно и очень трудно, потому что приходилось идти и писать непрерывно. Всё время, всё время вот ты идёшь, и нельзя опустить, во-первых, глаза, нельзя убрать руки в карманы, приходилось ходить вдвоём, всё это записывать, видов мало, особей очень много. И поэтому и у нас, которые тогда занимались учётами, не хотели этим заниматься, ну, и мы в результате довольно быстро это дело всё прекратили. Вот. Значит, ну, можно видеть, что уже с этого времени голубей оказалось несколько меньше, то есть, ну, раз в пять, чем это было в предыдущие годы, вот, зато количество больших сенец заметно увеличилось. Вот. Воробьёв тоже стало несколько меньше, вот, зато, так сказать, своего пика численности достигли серой вороны. Вот. Значит, с тех пор методом таких вот таких маршрутных учётов, не знаю, кто-то считал или нет, но, по крайней мере, у меня, так сказать, под рукой таких данных не оказалось, хотя есть у меня сильное подозрение, что вот когда делали АКО с Москвой, то там учёты такие проводились, и где-то они есть, можно их как-то вытащить. Значит, и вот, что мы наблюдаем теперь. Значит, мы видим, что сам вид, который, так сказать, лучше всех перенёс изменение условий жизни в Москве, это оказался Сизыгут. Вот. Его количество не уменьшилось, но, местами, возможно, дальше увеличилось. То есть, ну, то, что я здесь, вот, так сказать, показала, Москва, пятиэтажки из Марьева, Юго-Запад, это я прошла всего 9 километров за 3 дня, вот. Это, конечно, районы, где довольно много птиц, потому что они, ну, там, так сказать, всегда всю жизнь в пятиэтажках было птиц больше всего. Вот. Там немного помоек, возле этих помоек везде лежит хлебушек, но, конечно, так сказать, эти голуби, они живут исключительно на том, что им сыпят люди. То есть, это не мусор, это ничего, это бабушки выходят, хлебушек крошат, к руку из пакета насыпают, и голуби, значит, там прекрасно себя чувствуют. Вот. Значит, что касается больших семидей, я не могу сказать, потому что в этом году, конечно, ситуация очень не будет приятная для мелких воробьевых, и еще есть весны, вот, такой нехороший. Но все-таки мне кажется, что в Москве...